Международный женский день. Россия, к счастью, среди стран, не охваченных тоталитарным феминизмом, поэтому с легким сердцем поздравляем всех наших прекрасных и любимых женщин с очень важным и теплым праздником. Женщины в России трудятся в разных профессиях, как мирных, так и военных, хотя у Роструда все же есть и список нерекомендованных работ для слабого пола. Традиционно российских женщин поздравляет и президент страны. Дорогие женщины России, от всей души поздравляю вас с Международным женским днём. Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жён, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности. О том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире. Вам каким-то непостижимым образом удаётся всё успеть. Беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учёбе, и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. Поражают ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, своим будущим детям. И, конечно, особые слова признательности всем женщинам, которые посвящают себя материнству. Дарят миру новую, неповторимую жизнь. Воспитывают детей, заботятся о них каждый день. Отдают им всю свою любовь. Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодатный труд. От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда. А не только 8 марта. Ещё раз поздравляю с праздником. Поздравляю всех женщин России. Здоровья, любви и радости вам. О женщинах и для женщин. Репортаж Ильи Филиппова. Так или ещё? Да, я думаю, так. Хорошо, отлично. У нас особое отношение к женщинам в космосе, и многие помнят фамилии наизусть. Терешкова, Савицкая, Кондакова, Серова. Елена, боец такой же, как и мы. Правильно. Только красивая. О репортаже с МКС. Выпускница МАИ, инженер РКК «Энергия», испытатель, бортинженер. Важные эксперименты, но кто ещё так расскажет про спецшампунь в космосе? Средство для волос. Оно называется «Элита». Но это средство несмываемое. Прошло пять лет, как Елена Серова вернулась на землю. Теперь небольшой кабинет в Госдуме, как шлюзовая камера, откуда она выходит на пленарные заседания. Где мы её и ждём с букетом. Елена Олеговна, с международным женским днём вас. Спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Так что важнее, работа или семья? И можно ли вообще, как говорят, взвешивать на одних весах космические эксперименты, например, домашнее задание у дочери? Всё очень взаимосвязано, считает Елена Серова. Я звонила на землю. Я узнавала, как у неё дела. Интересовалась, а как в школе. Сделала ли она уроки, что она одела. Супругу звонила, полил ли он цветы. Пришлось даже делать некоторые покупки с бортостанцией, потому что как раз тот период, когда мы летали, очень сильно взлетели цены на технику. Меня ожидал ремонт по возвращению на землю. Всё успешно получилось. Но, конечно же, при помощи семьи, без моих близких, которые здесь находятся, это было бы невозможно. А сейчас мы идём в управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области, где работает двукратный чемпион мира по кунг-фу, чемпион Европы по кунг-фу Ольга Борисова. Оля, здравствуйте. Это вы. Да, здравствуйте. Поздравляю вас с праздником. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Оля, у вас смена поста когда? Чего сейчас заканчивается? Нам нужно с вами поговорить. Как раньше говорили в боевиках, её кунг-фу лучше твоего. Сотрудник группы быстрого реагирования. Это спецназ в службе судебных приставов. И вдруг девушка, мать двоих детей и профессиональный спортсмен. Кикбоксинг, кунг-фу, комплексное единоборство. Если в профсостязаниях противник примерно соответствует ей, то в работе рисовая категория того, с кем ей может придётся иметь дело, почти не имеет значения. Девушка справится. Впрочем, в актовом зале ФССП Подмосковья собралось больше сотни очаровательных девушек, судебных приставов. Для каждой цветы. А вот у Ольги сегодня работа на посту и вечерние занятия. После работы иду на тренировку. А насколько часто это бывает? Субтитры создавал DimaTorzok Давай на тет-а-тет Я тет-и-ой-то-тет Я не открываю свой пил Фарк-минус один Я где же тет-тет-тет Я пройти себя на пакет-дет Я дуэбель стал холостым Я чуть не погиб молодым Я просто трачу свой правиль на тебя Тебя, 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 тебя А, а, я просто трачу свой тайт на тебя Тебя, тебя, тебя Время пострелить Между нами Пальба Попадаешь, сердце Остаешься там Любинка Я просто трачу тебя Я просто трачу тебя Всего себе на тебя Время пострелить Между нами Пальба Попадаешь, сердце Остаешься там Любинка Я просто трачу тебя Я просто трачу тебя Всего себе на тебя ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну чё, да отдыхались, любимки вы мои, а? Полный писяц творится в вашей стране! Разрушились три сахарных завода, в Москве введён особый режим из-за коронавируса, в Грозном болельщики местного охмата бьёт всех русских из Санкт-Петербурга, с северной столицы. А цены на нефть обрушилась в доллар за 70 и за 90, а это означает одно, что лыже Киселёву надо срочно вмешаться в программу настоящего Киселёва и вести программу голым. Но вы этого не увидите, к сожалению, по правилам Ютуба. Да, но действительно, жара и в политическом, и в экономическом смысле. Праздники закончились. Вот он, я! Привет, российские кибернетические войска! Посмотрим, что у нас там. Ага, 9 минут, всё, запись идёт, всё хорошо, отлично. Значит, пока все мы отдыхали и отмечали гендерные праздники, день русских женщин! И 8 марта, и день всех мужчин, 23 февраля, главное не перепутать, в России разрушились три сахарных завода. Речь идёт от предприятий в Башкирии, Тульской области и, казалось бы, в благополучном Татарстане, Аль-Мухмайстане, которого ставили в пример другим регионам России. Причина – снижение оптовых цен на сахар, в связи с его растущим запасом внутри России. Но, конечно, я в магазине как-то не замечаю дешёвый сахар, но этот самый дешёвый сахар не позволяет российским компаниям поддерживать необходимый уровень ориентабельности производства. Все три разорившихся завода, у них суммарная мощность, было 150 тысяч тонн. Не пережили праздники такие заводы, как Мелузовский завод в Башкортостане, Мурлатовский завод в Татарстане и Товарный завод в Туле. Товарковский сахарный завод в Туле уже несколько лет был в качестве залога Россельхозбанка. И работы там уже два года как не велись. Всё это время Россельхозбанк вёл переговоры с инвесторами о продаже с сахарного завода. Но переговоры не увенчались успехом, и банк, конечно же, начал процедуру банкротства Товарковского завода. По словам представителей Россельхозбанка, разоряются сахарные заводы в России. Исключительно потому, что Россия нарастила серьёзные объёмы производства сахара. А вот сбывать его некуда. По довольно крошечной маленькой причине санкции против России. Из-за аннексии Крыма. Да, из-за аннексии Крыма страдает и сахарное производство. Таким образом, даже на, казалось бы, далёкую от политики вещь, как сахарное производство, негативно повлиял в вооружённый захват Крыма, страны Российской Федерации и полнейшая его оккупация в 2014 году. Но зато теперь, как пишут в РБК, сахар якобы будет стоить в магазинах за 20 рублей за килограмм. Так что идите и покупайте сахар, пока есть на что. Пока последние копейки правительстве и президент у вас не отобрали вместе с депутатами. Ведь рентабельность производства сахара в России снизилась до 3%, что считается довольно низким показателем для такой якобы великой страны, как Россия. И вроде бы Россия действительно много произвела сахара, аж 1 триллион сахарной свеклы. Но этот самый триллион сахарной свеклы россияне не могут втюхать кому-нибудь, пихнуть. И в результате чего могут разориться ещё 15 заводов по переработке сахарной свеклы внутри России, с чем я вас и поздравляю. И это не шутка. Надо повышать эффективность, рентабельность производства сахара, сокращать издержки производства и развивать логистику транспортировки свеклы. Но как это сделать, не знает ни Путин, ни Мишустин. Они предпочитают не замечать проблему. Излишки сахара в стране в 3 миллиона тонн. И казалось бы, очевидное решение, но раз такие излишки есть, то почему бы людям просто бесплатно не раздать сахар? Это поддержит население и лишит проблему излишек сахара в стране. Но нет, у нас ультраправое, если не сказать ультра-нацистское государство, где все проблемы должны решаться обязательно рублём. И причём рублём с граждан. Так же сахарный кризис в России назрел из-за того, что в «великую» страну какие-то там узбеки решили поставлять сахар с 20% наценкой. Тем самым, отомстив Путину и России за то, что год назад Россия также ввела 2% МДС для жителей Узбекистана у себя в стране. Это что же за великая такая страна под названием Россия, которая зависит от завершения цель на сахар в Узбекистане? Минсельхоз, то есть министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, который должность министра получил исключительно потому, что является сынком экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. Так вот, сынок Патрушева решил сократить посевы сахарной свеклы в 20 раз. Такое вот самодурство с его стороны. А люди работали по 12 часов в день. Эту свеклу у себя на предприятиях перерабатывали за 13 тысяч рублей в месяц. Когда сахарные заводы разорились, им с издевкой еще заявили, что скажите спасибо, что вообще деньги получали. Они могли вас вышибить еще полгода назад, год назад на помойке. Так что, скоро россияне, как и прежде, будут кричать с пеной утра, как у урта, какие фашисты и бандеровцы в Украине. Но просить Украину о поставках сахара и сахарной свеклы. Ну и еще одна ложка соли в пакет сахара. Оказывается, эти три завода находились в северных зонах, где не растет свекла, где не водится кокос. Так что, не зная про логистику, даже переизбыток сахара может повлечь за собой довольно горькие последствия запивания чая без сахара. Лишь с сосательной конфетой, предкушая жополизание своему начальству. Украинцы могут обеспечить россиян нормальным сахаром. Только сахар у нас, что? Правильно. Дандеровский. И производили его в УПА. Что изменится в жизни россиян с 1 марта? Ну то есть с приходом весны. Жить стало, конечно же, лучше. Жить стало веселей. Такая цитата как нельзя лучше подходит к следующей новости. Итак, что же изменится в жизни россиян с приходом весны 2010 года, которая уже шагает по стране с семимильными шагами? Теперь, наконец-то, можно будет возить в Россию незарегистрированные лекарства, которые были необходимы людям, но которых антинародное правительство Медведева не выдавало. Проблема нехватки лекарств стала острой еще в 2019 году, после того, как правоохранительные органы, а не правоохранительные, начали задерживать женщин, пытающихся купить за границей фрезиум для своих больных деточек, инвалидов. Этот противосудорожный препарат, который в России не зарегистрирован из-за высокого содержания кулабазма наркотического вещества третьей степени. Из-за этого кулабазма и маразма МВД женщин стали хватать и бросать за решетку. Еще раз, не просто женщин, а матерей детей инвалидов. Их начали задерживать по всей стране, продолжая кричать о том, какая Россия высокодуховная держава, мол, что может матерей инвалидов кидать за решетку на тюремные нары около параши. За незаконное хранение наркотиков. Теперь этого не будет. И новость вроде бы хорошая. Начинаешь разбирать детали, и все как-то не слишком здорово, не слишком хорошо. Апчхи, апчхи. Обретайте эти самые дорогие лекарства. Матери инвалидов по-прежнему не будут иметь права в аптеках. Будут покупать они за свой счет. Ну и, как я уже сказал, в обычных аптеках их все равно не найдешь. А значит, этим самым матерям, героиням, тут без всякого сарказма, вновь придется проходить все столпы бюрократической машины. Копить деньги даже не на лекарства, а на поездки в Москву, чтобы пройти комиссию. Ведь давать или не давать то или иное незарегистрированное лекарство в России будет решать специальная комиссия. А когда она еще соберется? Ай, большой вопрос. И как на нее попасть тоже? Зато теперь есть бесплатный доступ к порталам госуслуг. За посещение сайтов федеральных и областных ведомств операторы больше не будут взимать плату. Посещение ресурсов госорганов больше не засчитывается во всеобщий, всеобъемлющий объем трафика. Даже если у пользователя нулевой баланс, дожили коммунистический интернет, панацея от народа и для народа. А и тут нет. За это не... Для операторов связи компенсация за это не предусмотрена. Они просто повысят цены на общие тарифы. Повысят цены, кстати говоря, по прогнозам экономистов в июне. Когда бесплатные сайты госуслуг явно порнографического характера заработают на полную мощность. Сразу же после санкций, с пытками в ФСБ, пермским школьникам, уже простой полиции, не чекистам, могут... То есть не могут, а они могут использовать электрошокеры. Применять сотрудники полиции их будут только в случае нападений на транспортные средства. И если нарушители окажут сопротивление при задержании... Но как-то даст гарантию, что какая-нибудь Росгвардия не будет шокерами пытать людей прямо на площадях. Налево и направо при разгоне митингов никто. К тому же сколько уже было сюжетов, художественных и документальных фильмов наших и зарубежных киноделов, когда полицейские бьют кого-то, а потом пострадавшему, чьё дело о том, что он якобы сопротивлялся, будучи при этом связан и в наручниках. А теперь у полиции появляются ещё и шокеры, и они прям в сердце будут вам бить. Если в ходе разряда в током полицейских у кого-нибудь вдруг незначай остановится сердце, ой, сколько будет разбирательств! Но я почти уверен, что какой-нибудь Росгвардиец от ответственности убежит. Какие ещё изменения-то? Адвокатам уже можно будет платить после переговора в суда. Проиграл адвокат, платишь ему меньше. Выиграл, ну что ж, придётся заплатить адвокату большенькую сумму, чем говорилось раньше. Здесь вполне себе нормальная схема, которая подтягивает конкуренцию между адвокатами и между адвокатами-прокурорами в суде. Правда, это не будет касаться уголовных и административных нарушений и их разбирательств в судах. Здесь всё, как всегда. Адвокат в уголовных и административных разбирательствах, адвокат, как всегда, будет тем ещё помощником прокурора, если это, конечно, не какой-нибудь Павел Астахов с миллионными гонорарами с марта. Также будет действовать новая схема взяток в ГИБДД. Да, новая схема взяток будет действовать в ГИБДД именно так. То есть, специальный порядок прохождения техосмотра для ретроавтомобилей. Теперь грузовики старше 50 лет и мотоциклы старше 30 лет обязаны проходить тест на классическое авто. Так это называется. Автомобиль старше 50 лет будет должен осматривать Федерация автоспорта России. Да, не только ГИБДД хочет нажиться, но ещё и Федерация автоспорта России. И если какое-нибудь авто этим весьма туманным критериям на классицизм не соответствует, то владельцы этого авто будь готов выложить кругленькую сумму. Так что, одним словом, с 1 марта жить стало лучше, жить стало веселей и светлей. В Грозном полохнуло из-за голых торсов болельщиков Ахмата. В Грозном полохнуло из-за голых торсов болельщиков Ахмата. Тут у меня написано с кулаками, ну и с кувалдами. Побежали на фанатов Санкт-Петербургского Зенита. Во время четверть финального матча Кубка России по футболу было страшно. Ну что ж, в России со временем всё становится страшнее и страшнее жить. Уровень ксенофобии человеконенавистнических проявлений зашкаливает за все разумные пределы. При этом патриоты кричат, что это они против толерантности и милосердия. Они за мачизм в сортирах. Но иногда бывает, что даже и патриотам, которые кричат за мачизм в сортирах, бывает не сладко. Когда они, например, отправляются на Северный Кавказ. Где, вопреки заявлениям о России в качестве правового государства, есть свои отдельные законы. Законы шариата и законы Рамзана, которые вынуждены даже в Москве соблюдать. Нарушить которые законы Рамзана не просто нельзя, а смертельно опасно для российских политиков. Ведь чеченцы могут их сгрохнуть прямо напротив рабочего кабинета президента России Владимира Путина. Как они сделали это с Немцовым. Или около главного здания ФСБ на Лубянке. Убийство как раз Немцова тому доказательства. Поэтому неудивительно, что питерцы, болельщики ФК «Зенит», наложили в штаны в Грозном на Ахматарине на 85-й минуте. Целая толпа чеченцев хотела расправиться с гостями из Северной столицы. За что? За то, что они посмели раздеться на футбольной трибуне. Что недопустимо в мусульманских странах по законам шариата и по законам Рамзана. Да, именно нельзя это делать в мусульманских странах. А ведь Чечня, де-факто, а не до юра, это отдельная страна. А вовсе не в составе РФ. В Чечне, например, в отличие от остальной России, не нальют вам алкоголь. Зато здесь могут выдать замуж 12-летнюю невесту. Просто так. К счастью, законы гостеприимства тоже никто не отменял. Да и Рамзану скандалил конкретно из-за футбола был бы сейчас ни к чему. И поэтому Питерцев он взял под охрану своей республиканской гвардии. Той самой гвардии, которая наводила ужас на весь юго-восток Украины в 2014 году. В статье Sports.ru, вы видите ее на своих экранах, больше обсуждают, что сделали футболисты, чтобы предотвратить... Травлю... Травлю... Чтобы предотвратить резню около футбольного поля. Вратарь Ахмата Городов собирался выбить мяч от ворот, но слева от него, между трибуной и полем, в этот момент бежала разъяренная толпа с криком... «Свинья русский, будем тебя резать, будем тебя убивать!» И вместо ввода мяча сам вруталь Ахмата пошел тоже разбираться с болельщиками «Зенита». Ведь еще раз, на поле в Грозном действует не законы ООН или ФИФА, а законы Рамзана! Если ты не соблюдаешь их, пыра тебе в голову пролетит от чеченского народа. По этим же правилам, если ты русский, то подчиняйся вдвойне к Кадырову и тамошним законам Рамзана, ну или законам Гор. По словам комментатора Михаила Поленова, игрок все того же Ахмата Олег Иванов побежал, чтобы встать перед толпой чеченцев, не для того, чтобы их успокоить, а для того, чтобы свои русские не пошли, так сказать, в контрнаступление третьей чеченской войны, которая вспыхнула в кубковом матче. Олег Иванов – предатель русского народа, получается, и его сослали в рабство к чеченам. Также не стал играть в футбол и отправился на трибуны Мохомед Уздоев. Также, чтобы разъяснить болельщикам своего клуба Санкт-Петербургского «Зенита», что, типа, не надо, мол, кидаться в ответ на тех, кто кидается на тебя. А то лихий кадыровцы каждого болельщика «Зенита» на матче вычислят Пайпи, а потом пройдут к нему в гости, а полиция Санкт-Петербурга еще и поможет им в этом. Фанаты «Зенита», раздевшись по пояс, никак не ожидали мини-третей гражданской войне на поле Ахмата Кадырова, «Человека», ну, имени Ахмата Кадырова, который громил российские войска в 1995 году у себя в республике, для чеченов оголение Торсона в футболе – это акт неуважения ни много ни мало к своей республике, к своей вере. Так что главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что надо уважнительнее относиться к чужим традициям и искать компромисс. Только вот в Грозном каждая улица полита кровью, как чеченского, так и российского солдата тех лихих времен. И страшно не от боязни драки на футбольном поле, не от боязни получить от какого-нибудь чеченца, а от осознания того, что Третья Чеченская война может вновь всплыхнуть. И чеченцы вновь готовы резать у русских своими клинками, которые у них по наследству еще достались им с незапамятных времен. Чеченцы готовы у себя во дворях держать отрезанные головы болельщиков Санкт-Петербургского «Зенита». А вот от этого по-настоящему страшно. А в то время, как экс-губернатор Полтавченко заявил, что Ахмат сила. И Ахмат действительно сильная, сила реальная. Только вот не ФК Ахмат, а бойцовский клуб Ахмат. Получается, что этническим русским гражданам нельзя раздеваться в Чечне. А чеченцам в остальной России можно стрелять на свадьбах. Таков закон Рамзана. Хоть он сам против стрелять на свадьбе. Но самая справедливая игра из спортивных, футбол, все расставило на свои места. И дальше прошел Санкт-Петербургский «Зенит». В то время, как русскому, ярославскому шиннику запретили играть на своем поле до 18 марта. Действует закон Рамзана. Футбол подчиняется ему. Это политический урок из-за событий в Грозном. Да, что там? 36, 37, все, я понял. В Москве из-за коронавируса введен режим полной боеготовности. Да, не удивляйтесь, москвичи, если скоро на улицах вашего города, впервые с 1993 года, появится вновь бронетехника. И не на парад. На сей раз вояки будут в костюмах ОЗК. И нельзя будет ни въехать в столицу, ни выехать. Москву будут поэтапно изолировать. Причиной это стало обнаружение коронавируса в столице 1 марта. Он был диагностирован у игрока любительского футбольного как раз-таки клуба. Это нас связывает с предыдущей новостью. Мегамужики. Давида Бероева. Ну что ж, мегамужики оказались не такие уж и мега, а просто тестостероны в трусах. Тем не менее, из-за этого Бероева сначала у пассажиров международных рейсов будут брать анализы на коронавирус. Потом те, кто прибыл из Китая, Ирана, Южной Кореи, да и вообще из любой другой страны в Москву, уже будут изолировать, вне зависимости от самочувствия в НИИ Склифосовского, также в горбольницу номер 52 и в больницу в Коммунарах имени Юдина. Сейчас решается вопрос об отмене культурно-массовых и спортивных мероприятий в Москве. Уже подготавливается нам мотивно правовая база о ведении в Москве о решении полного ужаса, то есть чрезвычайной ситуации. Но здесь удивительно в этой связи заявление следа комитета Госдуры по охране здоровья Алексея Куренова, что это вполне себе нормально, что в Москве могут вести режим чрезвычайной ситуации. Но вот этот самый Куреной идиот, потому что, ну, что значит нормально? Введение режима чрезвычайной ситуации. Само слово чрезвычайная ситуация, само сочетание, это уже есть ненормально. Надо помнить, что режим ЧС из-за коронавируса уже ввели в Забайкалье, в Тюмень так и вообще ввели в войска химзащиты. Теперь на очереди Москва и Липецк, о Липецке мы сейчас не будем говорить. С 1 марта москвичи обязаны будут звонить на телефон специальной горячей линии и сообщать, где они были за границей и когда и откуда вернулись. В поликлинику ходить нельзя в Москве, нельзя, слышите, нельзя. Все поликлиники в Москве будут закрыты для тех, кто побывал за границей. Врачи должны на своих двоих добираться к возможному пациенту, который заражен коронавирусом. Да, теперь всем больным москвичам запрещено выходить на улицу. Если вдруг какой-нибудь ППС или та же Росгвардия вас заметит на улицах столицы, а вы проводили это время где-нибудь в Италии, и еще не прошли инкупационный период, то тогда сразу вас скрутят и доставят в больницу, полицейская больничная мера это называется, где вы будете сидеть 2 недели на карантине, на ржавом толчке. На работодателей также возлагается особая ответственность, а именно изолировать работников с повышенной температурой и отстранять их от работ. Реально работодателям несколько раз в течение дня надо звонить в Роспотребнадзор и сообщать о мерах борьбы с коронавирусом у себя на предприятиях или производстве. Кроме того, мне это действительно понравилось, хоть и напряжно будет. Москвичи, которые чувствуют себя здоровыми, должны помогать врачам и зараженным, а также людям, достигшим 60 лет, под страхом уголовной ответственности, то есть не помогаешь им, все, тюрьма и сума. Сам Собянин вот что сказал по поводу эпидемии коронавируса в Москве. Очевидно, что полностью закрыть город на карантин не получится. В Москву каждый день прибывают сотни тысяч людей со всего света, но мы будем стремиться и ограничивать людей в их потребности бытового обслуживания в столице на благо самих же граждан. Почему же Собянин не закроет Москву полностью? Все-таки дело в экономике. Это все потому, что скажется на все закрытие города, скажется на бюджете Москвы. На бюджете Москвы уже пагубно сказалось, закупка масок втридорога, а тут представьте себе полная татуальная изоляция. Так что в России и в Москве, очевидно, уже все победило бабло. И не важно, что по городу гуляет смертоносная зараза, от которой нет вакцины. Главное это экономики оказывается. Я часто тоже критиковал, что у нас делается все за счет гражданского сектора экономики, вооружения, мероприятия, и сама экономика страдает от этого. Но экономика должна быть в Москве делом десятом, когда по столице, и это действительно уже подтверждено, гуляет эпидемия коронавируса. Бойтесь, москвичи, бойтесь! Однако не только смертоносный вирус угрожает москвичам, а самый настоящий бунт, ну или пуш, глава профсоюза московских таксистов Андрей Попков заявил, что московские таксисты, ну как и ничего, московский большой вопрос, не будут выполнять все вышеперечисленные меры Собянина по борьбе с коронавирусом. То есть московские таксисты специально будут возить зараженных людей по городу, чтобы вирус быстрее распространялся. Таким образом, понаехавшие через заражение коренных москвичей смертоносной заразой приберут к себе Москву, а всех коренных жителей таким образом выкрасит смертоносная зараза. Вот на что рассчитывают московские таксисты. Так что мой вам совет, пользуйтесь лучше автобусами, электробусами, трамваями, метро, электричками, ну в общем, общественным транспортом. Их чистят по два раза на дню. Они бомбилами, которые заправляют в столице и разносят смертельно опасный коронавирус по дворам. И, дорогие москвичи, будьте готовы к появлению солдат в противогазах на улицах столицы. Что там у нас? 45 минут идет у нас. Следователи по делу MH17 обсудили возможность нарушения суверенитета Российской Федерации. 7 марта. Ну что ж, Россия с Европой поступает так, как и Европа решила поступать с Россией, а именно нарушать ее суверенитет, восстановление которого еще не так давно гордился Путин. И слова «увидимся в Гааге» с ним был явно не пустой звук. В 13-ти страничном протоколе встречи оперативного штаба совместной следственной группы в городе Дриберген говорится о том, что члены канадской прокуратуры всерьез и надолго подняли вопрос о нарушении суверенитета России. Конкретно путем выхода на свидетелей по делу MH17, которая проживает в России без информирования об этом российских властей. Также вполне возможно их похищение в России, голландской страны, канадских спецслужб, с целью участия свидетелей MH17 в трибунале в Гааге. По делу вторжения российских вооруженных сил на территорию другой соседней независимой и до этого процветающей страны. И их участие в расправе над мирным населением Украины. Избитие гражданского судна в небе над Донбассом. Свидетели по делу MH17 думают, что они в полной безопасности находясь в России и могут уйти от процесса. Но не тут-то было. Никакое ФСБ, никакое МВД, никакое КГБ не поможет им скрыться наемникам России от голландской страны. Их будут разыскивать и будут вести на них охоту. И будьте уверены, найдут. С этим согласилась и Бельгия. А вот Украина чего-то бздит. Представитель Украины вследствие по Бойну заявил, что отлов свидетелей внутри России надо еще обсудить с руководством Украины. То есть с Зеленским. Такую реакцию Украины можно понять. А не натворит ли еще каких-нибудь бед России на Украине, когда на территории самой России будут происходить отлов свидетелей по делу МС-17. И дальше их показания сотрудникам ЦРУ и СБУ внутри России в обход ФСБ. Все это заседание в ГАГе и процесс отлова свидетелей в России свидетельствует как раз о том, что следствие по Боингу не обладает полноценно всей информации. И Россия эту информацию тщательно по Боингу скрывает. Потому что расследование затянулось. И этот факт довольно грустный. Ибо, как выяснилось из заседания по Боингу, СБУ, по сути, ничего не делает, чтобы сдвинуть расследование с мертвой точки. Да, сама Украина ничего не делает, чтобы сдвинуть расследование с мертвой точки по Боингу. И все в бирюльке играет ФСБ. И в целом с России. В СБУ говорят, что есть спутниковые снимки, на которых три точки. Но при этом, что за три точки в СБУ не говорят. Может быть, это ракета. Может быть, это обломки самолета. В СБУ молчат про три точки. Но это связано, конечно, с политикой умиротворения агрессора России на территории Украины. Президентском это началось. Итак, на кого же идет охота? Кто спрятался в России? Это Игорь Гиркин-Стрелков, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин, точнее, предатель украинского народа Леонид Харченко. Уже над ними начался судебный процесс 9 марта. При этом глупо отрицать, что в день ковышения МС-17 командиры ополченцев отчитались об успешно сбитом самолете в ВСУ. Пока не пришло понимание, что это был гражданский Боинг. Кроме того, командиры постанцев и представители российских спецслужб в этот день вели обильные радиопереговоры по обнаружению, сопровождению и уничтожению этого самолета в открытом радиоэфире. Кроме того, есть элементарная логика, что голландский Боинг сбил именно российские, российская ракета и их наемники. Их наемники России в Донбассе. Ну, например, зачем украинцам сбивать самолет, если у полчаса в Донбассе не было боевой авиации. Потом Гиркин заявил, что это он сбил самолет Гиркин-Стрелков. И тут же отрекся от своих слов. Винобороны РФ в этот день была паника и версии крушения самолета менялись по три раза на дню. Да еще и Мария Захарова подсуетилась с заявлением, разоблачающим Европу, как всегда. Которое она хотела переложить ответственность за расследование и за крушение Боинга на представителей Европы и Евросоюза. Но, в общем, все совершенно сходится. И все становится ясно. Россия сбила Боинг, а Украина просто затягивает с расследований. Потому что это невыгодно девяносто пятому кварталу Зеленского, который продает свои сериалы в нашу страну. Вот такой вот славянский базар и отнюдь не в Витебске, не в Белоруссии. что там? 53. 53. И вновь в меланхоличной, истеричной России разгорелся сэрбор о том, что надо ли праздновать 8 марта и 23 февраля или не надо. А если и праздновать два этих гендерных праздника, то кто на них имеет право праздновать? Кто имеет право получать подарки, а кто нет? И вот огурец мне рот, московский комсомолец, пишет о смысле празднования 8 марта сегодня с точки зрения нетолерантных мужчин. Или наоборот слишком толерантных, но в общем решать вам. В чем же смысл женского и дня 8 марта сегодня? Праздник весны вот так снег еще идет в некоторых регионах России, хотя в этой сверх теплой зимой он и не выпадал вовсе. За это спасибо надо сказать Роснефти Лукоилу с Газпором за парниковый эффект, за глобальное потепление, за сокрушительное за отрицание слов об глобальных потеплении Греты Тунберг. Праздник женского пола всем по шоколадке. Мы вас женщин вроде бы любим, но сильно бьем. Так что дорогие золушки с 8 марта, можете уйти пораньше сработать, чтобы подольше делать домашнюю работу. Вроде бы российские самцы должны поздравлять всех своих самок в этот день. Но сами самки безразличны к самцам, тем не менее они рады простой шоколадке. Тема безразличия вообще актуальна до бескрайности в России как никогда, и особенно 8 марта или 23 февраля. Некоторые дамы ждут в этот день более дорогих подарков, а не получив их высказывает свое недовольство, превратив праздник в очередной день ругания войны полов. Как-то в России обосновался сын друзей креспондента московского комсомольца Александра Алуяна. Он айтишник и приехал из Франции. Он приехал к понравившейся ему девушке как раз на 8 марта, а после только двух прогулок с ней он получил оскорбление от нее в его адрес от девушки. Ты чё, жмот какой-то? Оказывается, эту девушку не по выставкам, музеям надо было водить, культура ее просвещая, а в ресторан, чтобы набить ей брюхо. Несу, нахлебавшись, сын друзей корреспондента МК вернулся во Францию в расстроенных чувствах, ведь российским девушкам надо только одно, как бы вкусно пожрать повкуснее. Культурный уровень их не интересует. Это не их вина, это их беда. Спасибо, стоит сказать, каким-то мединским за уровень без культуры дам на 8 марта и всяких там Силуяновым, которые иссечены, об этом чуть попозже, которые гробят экономику, что теперь хорошо пожрать, это и есть культурно отдохнуть и культурно провести праздники. В финансовом плане. 8 марта это праздник всех женщин. Вообще это сделали давным-давно так, чтобы у женщин не было прав. И поэтому надо было устроить им праздник. Но тогда пишет автор статьи, почему бы не устраивать праздник крепостного крестьянина или еврея из черты оседлости, у которых прав было меньше, чем у женщин. Тут я не соглашусь с автором статьи. День крепостного крестьянина это день работника сельского хозяйства. У нас он праздновается 13 октября. Да, в России по-прежнему есть Юрьев день. Только называется он по-другому. А день еврея это день, когда сначала идет полный контакт, потом кто против, ну и потом вечер. Это день определенного еврея. про него я даже сделал клип у себя на канале. Обязательно посмотрите. Так что в России есть праздники, которые служат унижению коренного русского народа России со стороны властей. Дальше автор статьи в московском комсомольце сравнивает профсоюзы женщин женсоветы с сектами в Америке и Европе без всякого женского унизительного дня. Прав у женщин больше, чем в России. В России современного периода если ты бьешь жену, значит она того заслужила. Так говорят даже представители закона в Государственной Думе. Мы празднуем женский день, но мир в России сейчас абсолютно мужской и тоталитарный. То есть довольно брутальный и суровый. Хотя давным-давно русско-прусская женщина царица подчиняла себе пол-Европы. Конечно же ведь про Екатерину Вторую. Там еще Анна Ивановна тоже была хороша. Но прошли те времена Екатерины Великой. В СССР все было двояко по отношению к женскому дню. С одной стороны на 8 марта женщинам запрещали аборты делать и сгоняли их в лагеря Алжир. Алжир УССР это спец гулак для женщин. А с другой стороны для них строили роддома и обучали профессорам профессии тракториста экскаваторщика и так далее. Чтобы дамы сами себе могли заработать на копейку. Как на копейку в кошельке так и на копейку в качестве автомобиля. Сейчас же все смеются в такое архаичное как же ее в этой самой власть мужчин. Так вот сейчас все смеются этим праздником в патриархальной России. Внутри страны. Какое равноправие? О чем вы? Да и хватит уже этих гендерных праздников. А то да оправдывались что по Москве носится мужчина с бородой и говорят то нельзя и это нельзя и ничего нельзя. Вот такое рассуждение московского комсомольца по поводу празднования 8 марта 2020 года. А вы как отпраздновали этот день? Пишите об этом в комментариях. Мне действительно важно это знать. И будете ли вы праздновать 8 марта в следующем году даже если вы мужчина? ну и самая конечно же самая горячая новость экономическая война которая может обернуться катастрофическим поражением России. Мало нам коронавируса мало нам пыток в ФСБ так еще Россия взялась нет просто ввязалась в какой-то кризис который возможно было бы обойти но что называется не в этот раз все из-за одного мудака из-за начальника Роснефти который якобы за все все просчитал и решил обрушить нефтяные рынки а вслед и курс рубля на рынках паника невозможно зайти в колбасный отдел там все орут 9 марта 2020 года войдет в историю как начало экономического кризиса исключительно и только по вине России точнее по вине одного из хуев путинского режима который назовут чуть позже а пока что опишу смысл происходящего цены на нефть резко снизились с 45 долларов до 35 за баррель потеряв в цене порядка 31 пункта и все из-за срыва сделки опек плюс с российской страны министр энергетики александр новак покинул совещание нефтяного картеля даже не до конца не стал слушать другие страны а ведь сделка была хороша страны опек должны были дополнительно ограничить добычу нефти что хорошо не только для цены нефть но и для экологии но не тут то было после того как новак покинул совещание опек плюс саудовская аравия предоставляла 20% скидку на свою нефть и цена рухнула рухнул и якобы крепкий курс рубля валюта в которой наши чиновники не хранят свои кровные они хранят в евро и долларах демонстрируя превосходство западной либеральной экономической мысли над российскими над российско патриотической и вставание на колени обернулось вставание не с колен а на колени перед западом в экономическом плане это все при Путине да курс но вернемся к нынешнему дню курс доллара сейчас 75 рублей а курс евро 85 рублей а скоро будет все 100 всю жопу российской экономики хорошо чувствует владелец Лукова и футбольного клуба Спартака Леонид Федун который заявил ну прям таки как Зверев что он то есть звезда в шоке по подсчетам Федуна Россия из-за выхода сделки с ОПЕК будет терять от 100 до 150 миллионов рублей в день обрекая таким образом себя на дефолт как бы я сам да и вы не относились к Федуну согласимся с тем что Федун что-то понимает все-таки в экономике раз убил построить частную нефтяную компанию в России которая не была отжата силовиками до сих пор Федуна хорошо чувствует как настоящий бизнесмен где сейчас начинается задница и почему а задница сейчас начинается в России так кто же виноват в глубоком кризисе начатом по вне России новых нет мудак из Роснефти Игорь Иванович Сечин вот этот вот подлюга виновен в том что у вас постоянно падают доходы вы на всю ту же зарплату уже не можете купить какие-нибудь явства вкусностей или так поехать на моря вот он это подлюга сделал для вас специально специально он повысил там цены на проезд все сделал он да по его вине вы сейчас проживаете в нищете сначала он вместе с поддельниками из ФСБ отжал Юкос потом Башнефти у Евтушенко помните да а сейчас Игорь Иванович решил на корню покончить с российской экономикой раз и навсегда ну и до черного вторника кому как больше нравится Сечин является явный противник сделки с ОПЕК и по его просьбе НОЛАК разорвал сделку с нефтекартелем он и ведущий программы однако то есть Сечин и ведущий программы однако Михаил Леонтьев подумали что низкие объемы нефти по сделке с ОПЕК нивелируются тем что добыча американской сланцевой нефти сейчас растет ее никто не ограничивает это возможно и так но все равно хоть какие-то дорогие пусть минимально дорогие но все-таки были бы цены на нефть а так все паника ааа помогите ааа бежим скорее все скупаем нахрен плюс коронавирус действует пагубно влияет на настроение инвесторов и акционеров несуточные средства развитые страны из бюджета выделяют на борьбу с коронавирусом а тут еще и обвал цен на нефть хлопание дверьми со стороны нового и надувание шутчик России когда в мире и так все становится менее стабильно и менее стабильно и смертоносный вирус коронавирус гуляет по планете в этих условиях и в этих самых условиях казалось бы но проявите значит ну не мужество а как благо чести проявите да ну договоритесь пусть на невыгодных условиях там для Роснефти для России ну хотя бы чтобы это не вызвало панику на бирже а то ведь нет как бы не так мы будем дуться надувать щечки да Игорь Иванович вы будете надувать щечки из-за того что Америка добывает сланец больше чем мы всю нефть так что из-за действий Сечина американцы вполне могут укрепить свои позиции а Россия как СССР может вполне себе развалиться и все это из-за действий одного человека вы видите его на своих экранах так что дайте ему вымогу от меня если увидите из-за Сечина гособлигации России потеряли 22 пункта акции Роснефти потеряли те же 22 пункта Лукойл 21 пункт Газпром 14 пунктов Яндекс 15 пунктов это не просто пункт или процент а это сотни тысяч десятки тысяч долларов потенциальных вливаний в российскую экономику которых теперь не будет потому что Сечин однул щёчки и сказал нет Америка мы будем там мы будем столько же добывать нефть сколько и Америка но как же решения вот этого мудака повлияют которые вы видите на своих экранах повлияют на житьё и бытиё простых россиян ну во-первых традиционный рост на все товары народного потребления да у людей так платить нечем и ещё будет нечем платить так что скоро из-за действий Сечина вы будете рыться по помойкам искать бесплатную еду потом под углозой производства качественных российских лекарств это два но ещё тут вспомнить откровение главного редактора то ли московского комсомольца то ли значит новой газеты да Муратова что мол он пришёл к выводу что и деньги вопреки сторонам Сечина есть на помощь больным детям но на помощь больным детям государство просто пофиг а это и денег не будет и будет пофиг на самочувствие граждан в УЗах начиная с учебного года 2021 2022 года повальное будет сокращение бюджетных мест до их полной ликвидации рост в разы безработицы ещё больше снижения доходов россиян чем это было с 2014 года с года присоединения Крыма это всё естественно скажется крайне негативно на рейтингах власти в преддверии их выборов в Госдуму 2021 года и как раз уже понятно что росбаргийцы будут ещё более действовать жёстче с митингующими с представителями партий оппозиции потому что у них теперь будут шокерами и они будут прямо в сердце так что вслед за экономическим кризисом в России неизбежно неминуемо непредсказуемо придёт и политический кризис а может и похлеще ведь надо же будет чем-нибудь народ отвлечь от кризиса почему бы не очередной новой войнушки с кем-либо где-либо остаётся надеяться лишь на запад да Игорь Иванович что вы губки надули на запад остаётся лишь вам надеяться если они сдержат коронавирус тогда вполне возможно и положат конец паники на биржах по отношению к нефти но факт есть факт скоро россиянам будут шариться по помойкам и всё из-за действия Сечина потому что он решил в России устроить в Бенесуэлу где за туалетную бумагу где даже за туалетную бумагу дерутся люди полная полная дестабилизация в мире и Бондустан в России не ждите никаких низких цель на бензин ждите его дефицита и за 100 рублей за литр но ещё как не вспомнить слова начальника Сечина сказочного дебила Путина о том что Россия до конца второго квартала то есть до июля будет продлевать сделку с ОПЕК нет не вышло Путин опять наврал а раз Путин наврал по поводу ОПЕКа то заявление властей что с рублём всё в порядке и что ситуация на рынках России стабильна тоже подвигается большому сомнению так что самое время вам впадать панику трепещите И быстрее в обменнике скупайте валюту, пока не поздно осечену, дорогие россияне, вы сами должны за все хорошее, что называется, дать ему в морду, в челюсть, вот там левый, правый и так далее. Таковы неутешительные итоги этой недели. 75 долларов за рубль и за баррель. Ну, в принципе, у нас есть еще одна минутка, не хочу я в 16 заканчивать, хочу в час 17. Ну, уличные новости такие, в общем, тает, тает снег, почти уже летняя погода. О да, у меня в Самаре, в Самаре светоче либеральных мыслей и идей, вопреки патриотическому настроенному губернатору Дмитрию Азарову. Тут недавно, короче, случай был в автобусе из-за коронавируса. Я чихнул на бабку, бабка, естественно, надела маску, не моя бабка, а просто незнакомая бабка. И я ей сказал, не поможет маска от коронавируса, не поможет. Ну, все, пойду дальше охоть и стонать от нового экономического кризиса в России. Денис Николаев верно оценил риски и верно сказал, что экономический кризис. А я думал, это все так байки-байки. А вот украинец Черкас оказался правее русского с Волги. Такие вот дела, такие вот вести недели. Все, пока, пока. А после меня этот пропагандон Соловьев.